В Омске построят 7 домов для ветеранов, льготников и бюджетников. Цена специальная, не дороже 35 тысяч рублей за квадратный метр. Застройщик обещает, в квартирах будет ремонт и даже отдельный газовый котел в каждой. Вот только строить жилье эконом-класса будет та же компания, которая возводила скандальную Рябиновку. Куда не хотят переезжать даже жители аварийных домов? Юлия Боброва продолжит тему. Сделано, конечно, по-варварски. Линолеум везде вырезан. Зачем они вырезали линолеум, я понять не могу. Все вот это вот болтается. Некачественный линолеум, трещина в стене, дыры под окном. А еще холод в квартире. Татьяна Куплайс мечтает вернуться в свой аварийный дом, откуда ее расселили. Он, по мнению женщины, оказался гораздо лучше новостройки в Рябиновке. Дефекты в квартире подтвердила экспертиза. Недоделок эксперт видимых увидела на 21 тысячу. 12 сантиметров стена наружная, это уже о многом говорит. 12 сантиметров железобетонная стена в Сибири. Начали действовать только тогда, когда я обратилась в прокуратуру. Пришла одна, я их так называю, экскурсия. Пришли, посмотрели, сказали, вы на какой черт сюда вселялись. Удивляются, как, почему в таком состоянии квартиру. Приняли и сдали, как у них получилось даже сдать в таком виде квартиру. Сейчас представители управляющей компании пытаются устранить дефекты. Некоторые будут исправлять только летом. Например, проблему с холодными перекрытиями. Между тем, в Рябиновке продолжают возводить новые дома. Застройщик планирует возвести семь домов. Три из них, кстати, уже готовы. Вот один из них. Внешне напоминает дома, построенные ранее. И действительно, новые малоэтажки будут возводить по тем же проектам и из тех же материалов, что и другое жилье в Рябиновке. Только вот теперь предназначено оно будет для льготников и бюджетников. Квартиры в новых домах будут продаваться по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Застройщика, компанию «Красный квадрат», региональный Минстрой выбрал прошлым летом. Чиновники и строители уверены, репутация Рябиновки на новом проекте не скажется. С чего вы взяли, чтобы были какие-то негативные моменты. Они у всех в строительстве бывают, но они были успешно устранены. Такого наплыва, так скажем, негативного мнения, как это было несколько лет назад, его сейчас нет совершенно. И если с этим могут не согласиться жители Рябиновки, главное в региональном Минстрое проект одобрили. Были претензии, были поначалу какие-то даже, может быть, скандалы с этим микрорайоном. Ну, я бы назвал это, знаете, детскими болезнями, которые однажды просто проходят. Ну, в качестве примера, ну давайте возьмем китайский автопром, да, когда они выпустили свой первый автомобиль, но это было нечто. То есть, и что это сегодня? Замечания оперативно устраняются, вопросы снимаются. И напряженности на сегодняшний день, ну, как бы, на мой взгляд, ее нет. Квартиры под ключ для льготников будут предоставлять по особой цене 35 тысяч рублей за квадратный метр. Завершат строительство до конца года. Что касается качества этих квартир, оценка останется за новоселами, которые захотят переехать в Рябиновку. Юлия Боброва, Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.